ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сама вылетела, да. Выпрыгнула. Покажи всем ее. Только мне не показывай, Артур. Есть. Артур, давай ее сюда. Показать вам самую странную карточную тасовку. Знаете, как она выглядит? Вот так вот. Это тасовка. В общем, шиворот на выворот. Какие-то карты будут лежать лицом вниз, какие-то будут лежать лицом наверх. Давайте я встану, чтобы вам было лучше видно. Какие-то видно лицом вниз, да? Какие-то лицом вверх, да? Какие-то можно будет найти в середине лицом к лицу. В общем, полный хаос в колоде. Артур, какая у тебя была карта? Назови ее встану. Он забыл. Кто помнит? Назовай ее. Там была десятка, триста. Точно десятка? Пять. Пять? Точно пять? Пять. Ладно, на самом деле, неважно какая была, если просто щелкнуть, то вся колода будет лежать нормально. Нет. Кроме одной. Не просто какой-то, а именно пятерка крести, ту, которую он выбрал. Крутой фокус? Да! Интересно, как карта перевернулась? Да! Сейчас покажу. Для этого фокуса вам понадобится колода карт. Ваш зритель выбирает абсолютно любую карту. Например, вот эту. Дама крестей. Затем вам нужно сделать так, чтобы эта дама оказалась сверху колоды, чтобы ваш зритель думал, что она где-то в середине. Как это сделать? Вы кладете ее на стол, накрываете ее всей колодой и подхватываете все вместе. Теперь она у вас снизу. Затем вы берете эту даму снизу и слистываете ее вот так. И перемещаете ее на самый верх колоды. И продолжаете замешивать. Таким образом создается иллюзия того, что вы перемешиваете карты, но при этом дама крестей оказывается сверху. Конечно, ваш зритель об этом не знает. Теперь вы говорите зрителям, что вы перемешаете колоду самым странным образом. Шиворот на выворот. И вот так это выглядит. Переворачиваете карты лицом наверх и начинаете делать вот так. Слистываете 3-4 карты себе в другую руку, переворачиваете их и под них слистываете еще 3-4 карты. Переворачиваете их. Еще 3-4 карты, переворачиваете еще карты. Таким образом вы слистываете всю колоду и создается полная иллюзия того, что они шиворот на выворот. На самом деле вы просто слистываете их в две стопки. Ближе к концу вы подходите к той карте, которую выбрал зритель, дама крестей. И перед тем, как закончить эту тасовку, вот она у вас в руке, вы опускаете всю колоду и в этом движении даму переворачиваете и кладете в самый низ. Теперь она лежит лицом вниз. Важно незаметно перевернуть даму. Теперь карта у вас выглядит вот так. Половина колоды лежит лицом вниз, вторая половина лежит лицом наверх и в самом конце карты, которую выбрал зритель, в моем случае это дама крестей. Перевернутая лицом вниз. Чтобы показать, что какие-то карты лежат лицом вниз, берете и подснимаете колоду из верхней части, чтобы показать, что какие-то карты лежат лицом вверх, подснимаете колоду ближе к концу. И вот сейчас вам нужно найти то место, где заканчиваются те карты, которые лежат лицом вниз и начинаются те, которые лежат лицом наверх. Важно разделить колоду именно в этом месте. Разделяете колоду на две стопки и говорите, что какие-то карты лежат лицом к лицу. И одну стопку, ту, в которой у вас дама, вы кладете на другую стопку. Так, чтобы дама оказалась в середине колоды. Все. Вся сложная часть этого фокуса закончилась. Все, что вам осталось сделать, это произнести волшебное слово, щелкнуть пальцами и показать вашему зрителю, что теперь все карты лежат абсолютно нормально, кроме дамокрестей, которая специально перевернута в середине колоды. И это карта зрителя. Кто из вас любит литературу? Наверное, все. Читайте книжки. Назовите мне любого автора, которого вы знаете. Барто. Башкин. Пушкин. 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 Барто. Кого сначала? Барто или Пушкин? Давайте Пушкин. Пушкин. Сейчас уже великий писатель. Пушкин – великий писатель. Ты абсолютно прав. Пушкин. Еще. Так, я отсяду. Есенин. Подожди, сначала Есенин. Есенин. Кто это, говоришь, еще? Толстой. Толстой. Еще кто? Барто. Барто. Еще? Драгунский. Гоголь. Что ты сказала? Даже я его не знаю. Смотрите, какая она крутая. Как? Драгунский. Дра. Я думаю, пока хватит. Злата. Посмотри на все эти бумажки. Возьми любую. Давай так, мы можем даже их перемешать. Перемешать. Я уже знаю, где Пушкин. Тогда я перемешаю, чтобы ты не знал, где Пушкин, где Барто, где Драгунский, Толстой. Ты знаешь, где Пушкин? Да он там. Да, вон сзади. Давай, бери любого. Не глядя, быстро. Не думай. Зажми в кулаке. Посмотри на меня. Мне кажется, ты взяла... Она взяла Пушкина, ребята. Она взяла Пушкина. Да. Раскрой. Да. Ты взяла именно Пушкина, и я угадал, что это Пушкин. Круто? Да. А сейчас я вам раскрою секрет своей невероятной проницательности. Для этого фокуса вам понадобится бумага и маркер. Вы предлагаете вашему зрителю назвать несколько известных ему писателей. Например, ваш зритель говорит вам Пушкин. Вы говорите хорошо и пишите на бумажке Пушкин. Показывайте ему то, что вы написали, и отрывайте от листочка. И кладете на стол. Затем вы предлагаете назвать любого другого писателя. Например, ваш зритель называет Крылова. Вы говорите хорошо. Делаете вид, что пишете Крылов. На самом деле вы снова пишете Пушкин. Важно. Зритель не должен видеть, что вы пишете на бумажках. Не показывайте то, что вы написали. Комкайте. И кладете на стол. Затем вы предлагаете назвать еще одного писателя. Например, вам говорят Барто. Вы говорите хорошо. Барто так Барто. И пишете снова Пушкин. Делая вид, что вы пишете на самом деле Барто. Никому не показывайте, что вы написали. Комкайте. И так вы делаете несколько раз подряд. Что бы ваши зрители вам не назвали, вы в любом случае пишете Пушкин. Например, вам говорят Толстой. Вы говорите хорошо. Пишите Пушкин. Затем вам говорят, например, Маршак. Вы говорите хорошо. Будет Маршак. И пишете все равно Пушкин. Важно убедить зрителя в том, что вы пишете именно того писателя, которого он назвал. Теперь ваш зритель думает, что у вас пять листочков с разными писателями. На самом деле, на каждом из листочков написано Пушкин. Вы просите зрителя перемешать все бумажки. Затем вы отворачиваетесь. И просите его взять абсолютно любую бумажку. Он берет любую бумажку. И вы даже не глядя в сторону зрителя, можете с уверенностью сказать, что он выбрал Пушкина. После чего зритель разворачивает бумажку. И на ней написано, конечно, Пушкин. Злата, тебе сейчас нужно будет... Ты вот так уже... Нет. Тебе сейчас нужно будет зажать мои пальцы. Какие тебе не жалко мои пальцы зажать? Давай вот эти, да. Смотри, резинка находится на моих большом, указательном и среднем пальцах. Правильно? Каким-то образом она может оказаться на этих, которые ты держишь? Нет, потому что ты очень крепко держишь. Очень. Она, правда, очень крепко держит. Готова? Смотри, на счет три. Раз, два. Пускай руки. Видишь, как переместилось? Вам понравилось? Да! Как превратить обычную резинку в волшебную? Сейчас узнаем. Итак, все, что вам понадобится для этого фокуса, это несколько канцелярских резинок. Сразу наденьте их на свое запястье. Вам нужно будет выучить одно секретное движение. Берете резиночку, вот так вот ее оттягиваете и помещаете вот сюда. И зажимаете между большим и указательным пальцами. Затем вам нужно будет надеть ее на большой, указательный и средний пальцы. Вот так. Таким образом будет казаться, что эта резинка просто надета на третьих пальцах, но на самом деле здесь сзади сложная конструкция из резинок. Этого зритель видеть не должен. Важно незаметно для зрителя обмотать три пальца резинкой. Вы просите вашего зрителя взять ваш мизинец и безымянные пальцы. И вы говорите ему, что на счет три вы сделаете так, что эта резиночка перепрыгнет с этих пальцев на эти пальцы. При том, что зритель будет их держать. Раз, два, три. Все, что вам нужно сделать, чтобы она перепрыгнула, просто отпустить большой палец. Важно! Зритель не должен видеть тыльную сторону ладони. Показываю еще раз. Раз, оттянули, поместили сюда, зажали, надели на большой указательный средний, зафиксировали. Зритель взял ваши пальцы. И на счет три просто отпускаем большой палец. Раз, два, три. Резиночка перепрыгивает. Ну вот и вы узнали тайну нескольких фокусов. А теперь напоследок я покажу вам совершенно необъяснимый фокус. Объяснимо, конечно, но в его разгадке придется поломать голову вам самим. Сейчас я хочу проверить вашу интуицию. Лиза, сейчас я буду класть карты на стол. Тебе нужно будет в четыре раза сказать стоп. Веришь ты в это или нет, но ты сейчас скажешь четыре раза стоп на четырех тузах. Я серьезно. Ты сейчас сама сделаешь. Давай, поехали. Вот здесь. Лиза, ну можем со второй попытки. Давай, мы в тебя верим. Вот здесь. Лиза, ну я в тебя верю. Тем не менее, все равно у тебя еще два шанса. Давай. Стоп. Ну ладно, Лиза, последний шанс, последний шанс. Стоп. Вот здесь. Так, ладно. Ни разу не попала, к сожалению. Но Лиза уже вот здесь, да, ты останавливалась на этих. Знаешь, что самое интересное? Ты говорила стоп сразу после туза. В первый раз, во второй раз, в третий раз, в четвертый раз. Молодец. Лиза доказала, что невозможное возможно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok